Доброго времени суток, дорогие любители баскетбола! Вчера у нас был игровой день, вчера было сыграно 5 матчей, были взаимодействованы 10 команд. И давайте разберём самые интересные матчи минувшей ночью. Начнём с игры Лейкерс против Кингс. И команда Леброна приезжает в Сакраменто к Дамантесу, Сабонису и к Дарне Фоксу. И с самого начала матча до самого конца игра идёт абсолютно равная, несмотря на то, что Лейкерс будут изо всех сил стараться взять этот матч. И Сакраменто тоже будет очень хорошо играть. Дамантес Сабонис, Дарн Фокс, их помощники будут вообще феноменально играть. Очень результативное получится сегодня встрече. Хорошо играет Томас Брайан, который старается на позиции центрового заменить Энтони Дэвиса, который вернётся где-то в середине января. И в итоге у него кое-как это получается. Но несмотря на хорошую атакующую, мягко говоря, альсенал, хороший атакующий альсенал, он всё равно отстаёт в защите от Энтони Дэвиса. Энтони Дэвис не даёт дышать никому на своей половине в трёхсекундной зоне ни центровым, ни защитникам, никому. Просто Энтони Дэвис всё-таки будет отсутствовать до середины января как минимум. И Томас Брайан сегодня наберёт 29 очков. Очень хорошо сыграет Рассел. Весбург наберёт 23 очка. Вспомнит Молу, то есть сегодня он забьёт Данк с очень хорошим кроссовером. Также очень будет напряжённая концовка. Там судьи неправильно вообще засудят. Даром Фокс потом будет с ними позарить. И вот под конец матча, когда Весбург не дадут фол, вернее, они дадут ему фол, ну, не бросковый. Хотя, несмотря на то, что он забил Данк. И после этого вообще будет абсурдный просто момент, где они дынищат Шрёдер. Просто ни за что дадут фол. И он забьёт оба. И Лекер всё-таки выковыряет эту победу со счётом 136-134. Не будет осени Ривса сегодня, он на скамейке сидит, он комментирует этот матч для болельщиков Лос-Анджелеса. И Данис Шрёдер, он также набрал обороты, очень хорошо играет, очень хорошо забивает. Вообще команда Лекер за последние 4 матча все их выиграла. У них победный цикл, так сказать, из 4 побед. И сейчас они взяли пятую, то есть 5 побед подряд у них. И вообще Данис Шрёдер рассказывал, что он мог получить денег больше. После такого феноменального выступления на Евробаскете. Но он пришёл в Лекер, чтобы их спасти, чтобы затащить их в плей-офф. И Лекер всё-таки забирает эту победу. 136-134. Вторая игра на сегодня это Сан-Антонио Спёрс против Бостон-Селтикс в гостях. Бостон-Селтикс играет против Сан-Антонио. И у Сан-Антонио нет никаких звёзд, они просто идут за Вимбанямой. Там одни из последних своей конференции. В последнем они распрощались, кажется, с Нюррием, который уехал в Атланту. Ну а и Бостон-Селтикс, несмотря на то, что они очень хорошо начинали свой сезон, у них был один из лучших нападений в лиге, очень хорошая защита, очень хороший результат. Несмотря на это, они потихоньку-потихоньку начинают проседать в аспекте обороны. Да, они очень много начинают пропускать потихонечку. Джейсон Тейтон потихоньку устает, как мы видим. Потому что всё-таки играть каждую игру сезона – это очень тяжело, и не каждому дано. И вот у Бостона потери, очень много потерь, и это их одна из главных проблем, по которому бьёт соперник. Также у них одна из больших проблем превращается в эту проблему защита. И потихоньку-потихоньку соперники, которые приходят играть, либо играют на своей площадке с Бостоном, потихоньку это замечают. И начинает бить по слабым местам Бостона. Именно поэтому Бостон взял эту победу не так легко. У него счёт был всего 121-116. Джейнен Браун набрал там 29 очков, Джейсон Тейтон набрал 34. Хорфорд там один из подборов. И Смарт. Как и в прошлом году, Смарт в этом году играет очень хорошо в защите. Роберт Вильямс тоже помогает. Он очень хорошо защищается, заблокировал, кстати, один бросок на дуге. Но всё-таки защита Бостона как-то проседает. Всё-таки то, что имя Улдоко создал в прошлом году, не может так крепко оставаться в этом, потому что всё-таки тренер изменился. И, честно сказать, это пошло Бостону не на пользу. Но всё же 121-116 Бостон забирает от папы в гостях. А на этом у нас всё, дорогие любители баскетбола. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. И если вы хотите поддержать наш начинающий канал, можете просто подписаться.